14 июля группа контроля за исполнением мер по снижению риска коронавирусной инфекции провела рейд по трем магазинам города. В группу контроля также входит сотрудник полиции, который уполномочен составлением протоколов в случае каких-либо нарушений. За несоблюдение правил поведения и порядка во время третьей коронавирусной волны можно получить предупреждение или штраф. Для физических лиц он составляет от 1 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей. И для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. В соответствии с графиком, который каждый месяц утверждает мэр областного центра Юрий Гришан, сегодня посетили магазин «Стройдом», который находится по адресу Кольцевая, 15, корпус 2, магазин «Хороший» Кольцевая, 52А и магазин «Продукты» Кольцевая, 64А. Все эти требования, которые Роспотребнадзор установил для таких объектов, мы проверяем полное масочного режима, нанесение социальной разметки, каким образом осуществляется термометрия работников, входной контроль, то есть как это ведется, журналы эти, каким образом осуществляется влажная уборка, как предписано там два раза в течение дня, допустим, как минимум и после смены. Наличие дезинфицирующих средств, у них запасы, чтобы были установлены Роспотребнадзором, то есть не менее чем на 5 дней. Наличие масок, перчаток для персонала. Во время сегодняшнего рейдового мероприятия не было установлено каких-либо нарушений. Сотрудники во всех магазинах ведут ежедневные графики влажной и общей уборки, журналы температурного контроля, у входа в помещение расположены антисептические гели и напоминание о необходимости соблюдения дистанции. Также за прошедшие полгода было проверено около 200 объектов и в основном серьезных нарушений не обнаружено, и протоколы не составлялись. Были мелкие недочеты, но их либо моментально устраняли в ходе проверки, либо через небольшой промежуток времени.